У вас будет следующее задание иллюстрации найти и подготовить к вашим темам в проповеди. Мы сейчас будем говорить об иллюстрациях, поэтому вы будете это делать в полном соответствии с требованиями к иллюстрациям. И сейчас мы перейдем к разделу иллюстрации, иллюстрации в проповеди. Вы знаете, что очень трудно сегодня привлечь слушателей так, чтобы они слушали, так, чтобы они не отрывались, внимали тому, что вы говорите. Особенно, когда мы говорим о каких-то древних, старых традициях, когда мы проповедуем на основании Ветхого Завета, и кто-то не понимает, о чем вообще речь идет. И здесь мы используем иллюстрации, наилучшим способом разъяснения является иллюстрация, пример или описание картины словами, которое привлекает людей, привлекает внимание людей, вызывает эмоции, помогает людям надолго запомнить истину. Основания. Какое основание для использования примеров, основания? Первое, что в самой Библии мы находим иллюстрации, многие иллюстрации в самой Библии. Некоторые пророки были сильны в иллюстрациях. Кого из пророков, вы помните, такой очень был сильным в иллюстрациях? Сам Христос. Нет, а еще Верхозаветный. Исаия был. Исаия был. А еще один интересный пророк? Езекииль. Езекииль, да? Помните, у него такие были странные, интересные. Он разломал стенку, лежал на боку. Потом брился, деревил. Частями бороду спавил. Одну сжигал, другой дверь. Соломон, наверное, тоже, да? Лежал перед собой. Вон его образ на свечи. Нафан, да. Красивая, да, иллюстрация вот эта, что мы вспоминали о Давиде. И так далее. Были сильны уже перед иллюстрациях. Ну, конечно, Христос. Вы правильно сказали, что самый великий проповедник всех времен, Христос, использовал много образов. У него были иллюстрации. Волки в овечьей шкуре. До сих пор мы помним это выражение. Когда оно было сказано, настолько оно ярко запоминается. Или сучок и бревно. Трудно забыть такие иллюстрации. Мир и природа Христос обращался. Рассказывал притчи. Притчи о блудном сыне. Разве можно ее забыть? Вот если бы наша проповедь была наполнена и так выражена, такой динамикой, так ярко представлена, разве можно было бы забыть ее? Он не просто говорил о чем-то, какие-то истины отвлеченные, анализ какой-то богословской темы представлял. Иллюстрация, применение. Или возьмите притчу о милосердном самарянии. Кто мог забыть эту притчу, послушав ее? Я думаю, уже до конца жизни люди помнили то, что сказал Христос. Иллюстрации делают проповедь интересной, доставляют эстетическое наслаждение. Написано, что Христа многие слушали с усложнением. Он рассказывал иллюстрации. И можно вспомнить еще таких людей, как Сперджина. Кто-то из вас читал Сперджина. Сперджин тоже часто использовал иллюстрации. Например, вот несколько строк из его «Песни в ночи». Такая проповедь Сперджина и как он использует иллюстрации. И как красиво он представляет это. «Над миром нависла ночь. Но ведь так и должно быть. Днем светит солнце, люди приступают каждый к своей работе. Постепенно они устают, и сумерки нисходят на землю, как сладостный дар небес. Темнота опускает занавес, заслоняя собой свет, который мог бы удержать глаза от сна, в то время как приятная, спокойная неподвижность ночи окутывает нас покоем». И далее он сравнивает. «Человек, так же, как и мир, в котором он живет, должен иметь свою ночь. Ведь не зря говорят, что человек похож на окружающий его мир. Он – это маленький мир, он подобен миру почти во всем. И если у мира есть своя ночь, то она есть у человека. А какие разные ночи бывают? Ночи скорби, ночи гонений, ночи сомнений, ночи смятения, ночи тревоги, ночи угнетения, ночи неведения. Такие разные, подавляющие наше настроение и запугивающие нашу душу. Но слава Богу, христианин скажет, мой Бог дает мне песни в ночи. И это звучит красиво, и это привлекает внимание. Хотя, конечно, самая красивая иллюстрация бесполезна, если она ничему не учит. То есть иллюстрация должна не просто какое-то наслаждение эстетическое доставлять слушателям, она должна учить людей, передавать истину, о чем-то говорить. Следующее, иллюстрация делает истину понятной. Иллюстрация делает истину понятной. Известно, что большинство людей с трудом воспринимают такие абстрактные истины. Какое-то общее поучение абстрактное. Им нужна картина, нежели факт. Картина. Картина должна показать им истину. И этим пользовались апостолы. Вспомните апостола Якова, посланник Якову. Вот третья глава Якова о языке, когда Яков говорит о грехе языка. Какие он иллюстрации использует? Огонь. Класса зла. И язык, он там, кто штурвал. Огонь. Корабль. Маленький руль, большой корабль. Небольшой огонь, большой вред, который доставляет. И становится сразу истинно понятнее. Можно просто сказать, язык это неудержимое зло. Ну, понятно, да. Но как запомнить, как понять, какое зло он доставляет? Когда он говорит, посмотрите, небольшой огонь. И что произошло? Какой результат? Какой пожар? Началось все с маленькой свечки. И картина сразу помогает нам лучше понять идею. Спеджин сравнивал иллюстрацию с окном, которое впускает свет в помещение. И он говорил так. Каждому проповеднику правды, как иною, премудрость повелевает. Сделай отверстие в ковчеге. Он говорил, что иллюстрация это как отверстие в ковчеге. Она освещает. Ты не понимаешь, ты не видишь. Ты можешь долго объяснять что-то. Непонятно. Раз, привел иллюстрацию, пример. Все стало на свои места. Все стало ясно. И сразу же мы начинаем понимать, что хотел сказать автор. Иллюстрации делают проповедь убедительной. Муди использовал многие иллюстрации. И вот он, призывая матерей молиться о своих детях, он приводит пример спасения заблудших и непокорных детей. Мне понравился один из его примеров. Он рассказывал, когда убеждал матерей молитесь о детях. И он рассказывает. Один своенравный лондонский парнишка, чья мама была очень озабочена его спасением, сказал ей однажды, Я не собираюсь больше терпеть твои молитвы. Я уеду в Америку и там от них избавлюсь. Ну, а мой мальчик, ответила мама, Бог присутствует и на море, и в Америке и слышит мои молитвы за тебя. Паренек прибыл в избранную им страну, и когда корабль входил в порт Нью-Йорка, моряки сказали ему, что муди и сэнки проводят служение на ипподроме. Как только он высадился на берег, то сразу же отправился к нам на служение и принял Христа. Он стал одним из самых серьезных работников и вскоре написал маме, что Бог ответил на ее молитву, что он получил спасение и обрел Бога своей матери. И вот подобными примерами он убеждал матерей не переставать молиться, потому что Бог какими-то чудесными путями отвечает на молитвы, даже когда мы не думаем об этом. Примеры привлекают внимание, еще одна причина. Благодаря иллюстрации люди начинают слушать. Вы посмотрите даже, понаблюдайте за реакцией зала. Когда вы начнете какой-то пример рассказывать интересный, сразу у людей как-то больше уши открываются, они направляют внимание. Что-то интересного. Это мы уже все знаем, что он читал текст Библии. А вот какая-то иллюстрация, что он хочет нам рассказать такое. И они сразу начинают вслушиваться в то, что он говорит. Помните, мы приводили пример Джонатана Эдвардса, когда он описывал, как Бог держит нас, как паука над бездной. И это сразу картина такая возникает. Вот огонь, паук, мы обрезительное животное, и Бог нас держит. И это сразу привлекает наше внимание, сразу заставляет нас как-то напрягать внимание, когда мы рассказываем эти иллюстрации. Иллюстрации воздействуют на чувства. Проповедь затрагивает не только ум, но и чувства. И этим она отличается от лекции по определению. То есть мы обращаемся не только к уму человека, мы обращаемся к его воле, к его чувствам обращаемся. И мы читаем, в день Пятидесятницы, помните, слушатели Петра умилились сердцем. То есть чувства коснулось их. Они не просто поняли, узнали новую информацию, их сердца растаяли. Разлучились. Расплавились сердца. И опять же мы вспоминаем Джонатана Эдвардса, когда он так ясно, четко, красочно описывал, на чувства людей дали. Люди начинали плакать. Люди по-новому представляли себе эти истины, о которых они уже давно слышали. Правда, бывает, что проповедники злоупотребляют этим. Может быть, вы встречали проповедников, которые любят рассказывать много слезных, потрясающих иллюстраций. И люди начинают доставать платки, всхлипывают, переживают. Особенно о какой-то маленькой девочке, там, как тяжело было. Или о каких-то жертвах, когда самолет разбился. Кровь течет. Люди плачут, переживают. Но часто бывает истина погребенной под грузом вот этих эмоций. Вопрос не в том, чтобы заставить людей плакать. Не в том наша задача, чтобы как-то они засмеялись или они заплакали. Надо, чтобы истина была связана с иллюстрацией. Чтобы иллюстрация людям какую-то истину передавала. Люди сейчас сентиментальны, они будут плакать там любой истории. Прочитают какую-то историю, выдуманную историю. Будут переживать, волноваться. А смысл какой? К чему это ведет? Иллюстрации позволяют лучше запомнить истину. Ну, мы опять вспоминаем Иисуса Христа. Вот простая истина. Возлюби ближнего, как самого себя. Хотя, Христос рассказал притчу о милосердном самаряния. И эта притча сразу же позволяет навек запомнить истину, которую провозглашал Иисус Христос. Вот один из примеров Джон Буньян, баптистский проповедник. Как он сравнивал духовное рождение с физическим, чтобы лучше прояснить истину и запомнить. Он говорил, как известно, ребенку свойственно плакать, как только он появляется на свет. И если бы малыш не издал ни звука, то считается, что он мертв. Вы, будучи рождены от Бога, христиане, если не будете плакать, то не будет у вас и духовной жизни. Если вы рождены от Бога, вы те, кто плачет. Как только Бог вытащил вас из темной ямы греха, вы не можете не плакать, взывая к Богу? Что я должен сделать, чтобы спастись? Бог коснулся стражника. Тот закричал, мужи и братья, что мне делать, чтобы спастись? А как много здесь в Лондоне профессоров, которые никогда не молились? Кофейни не заставят вас молиться, газеты не заставят вас молиться. Но если бы вы были рождены от Бога, то вы бы молились. И таким образом, расписывая, он представляет истину в более понятном свете для них. Что это значит? Что значит молиться? Или вот интересно, Спержин убеждает принять Христа, и он говорит о силе Божией, изменяющей далеких от истины людей. Интересный пример. Я слышал о человеке, который однажды пришел в небольшую церковь послушать пение. Но как только служитель начал проповедовать, мужчина закрыл уши руками и не желал слушать. Спустя некоторое время маленькая насекомая села человеку на лицо. Так что тому пришлось освободить одну руку и смахнуть букашку. Как раз в это время служитель произнес, кто имеет уши слышать, да слышит. Человек начал слушать, и Бог пришел к нему навстречу, когда душа его начала меняться. Он ушел новым человеком с измененным характером. Как Бог меняет человека? Вот подобная истина намного лучше помогает нам запомнить то, о чем хотел бы сказать проповедник. Или что мы хотели бы передать людям, которые нас слушают. Иллюстрации. Виды иллюстрации. Какие виды иллюстрации мы используем в своей проповеди? Первое это библейские, конечно. Это первый вид, который я хотел бы сказать, представить вам. Библейские иллюстрации, библейские истории. Апостолы использовали Ветхий Совет в своих проповедях. Они брали истории, те же древние истории о Моисея, о выходе из Египта, о странствовании в пустыне, о Гарии, о Сарии и так далее. Использовали библейские иллюстрации. Заметьте, что часто, когда мы читаем проповеди апостола, мы видим, что они полностью не пересказывали иллюстрации, потому что люди знают в основном. Они обращались к людям верующим. Но достаточно даже упомянуть, если мы проповедуем в церкви уже верующих людей, знающих Библию. И сразу в памяти людей всплывают эти события. Чем хороши библейские иллюстрации? Они имеют авторитет и силу. Они придают проповеди авторитет и силу. Они достоверны и надежны, потому что боговдохновенны. Не все иллюстрации, которые мы приводим или читаем в газетах, достоверны. Библейские иллюстрации достоверны. Библейские иллюстрации расширяют знание Библии. Если мы хотим, чтобы наши слушатели лучше знали Библию и больше, мы будем приводить библейские иллюстрации. Они будут больше узнавать Библию. Библейские иллюстрации имеют высокую художественную ценность. Разве история о Биосифе? Это прекрасная история с точки зрения литературной, о жертвоприношении Исаака, о Есфирь, о Давиде и все истории, связанные с жизнью Давида. Високая художественная ценность. Потом, тем самым, когда мы приводим библейские иллюстрации, мы отдаем должное Библии и показываем, что Библия применима к жизни слушателей. Мы побуждаем слушателей к изучению Библии через библейские иллюстрации. Мы заставляем их, если они чего-то не знают, они начинают думать. Я хочу прочитать об этом. Интересный пример. А что я знаю об этом? Они обращаются к Библии. Ну и потом, когда слушатели будут опять читать Библию, Дух Святой может использовать эти иллюстрации, чтобы напомнить наш текст проповеди, как он связан. Великие проповедники часто использовали иллюстрации из Библии. Вот в первой своей проповеди, Ориген, например, использует так иллюстрации из Библии. В своей первой проповеди на песне-песне, мы уже обращались с ней. И он говорит о разного рода песнях, упоминаемых в Библии. Он говорит, вы должны выйти из Египта, и когда земля египетская окажется позади, вы пресечете Красное море, и первой вашей песней будет. Воспоем Господу, ибо он велик и славен. После этого, подходя к Святой земле, у береговья Ордана, пойте песнь Моисея. Слушайте небеса, я буду говорить, и пусть земля внимает слова муст моих. Вновь вы должны сражаться во главе с Иисусом Новином и завладеть Святой землей. И принять ее в наследие. И пчела, то есть девора, должна пророчествовать вам и судить вас. И вы поете эту песню, песню деворы. В песне Давида, записанной в книге царств, когда в очередной раз ему удалось скрыться от руки врагов его от Саула, говорится, Господь, сила моя, песть. Он соделался моим спасением. Далее вы должны идти к Исаии, чтобы с ним сказать, воспою возлюбленному моему песню, возлюбленному моему о винограднике его. И дальше он переходит уже к песне-песне. То есть он идет о песнях Библии и говорит. И так интересно получается, красиво. Одна песня, вторая, третья, что написано в Библии и переходит дальше. И также говорит Златоуст, например, он часто подкрепляет мысль сравнениями из Ветхого Завета. Вот и показывает истину этими примерами. Например, он говорит, хочешь я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и произволения. Адам в раю, как в пристани, потерпел крушение, а лод, живя среди садомлян, как бы в море спасся. Иов заслужил оправдание, будучи на дноище, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. И так далее. И библейские цитаты помогают, ну, как-то иллюстрируют вот эти библейские истории, иллюстрируют мысль, которую хочет донести проповедник. Иногда проповедники даже очень много используют. В одной проповеди Весли кто-то насчитал, что 109 цитат из Библии. Ну, это уже, наверное, была длинная проповедь, может быть, часа два Весли иногда долго говорил и много использовал таких иллюстраций. Может, надо вспомнить короля проповедников Спеджина. Вот как красиво он использует иллюстрации. Например, бедхозаветную иллюстрацию для описания Божьей милости. И вот он обращается к истории взаимоотношений Ахава и Винодада, Ахава, израильского царя и Винодада, сирийского. Он говорит, помните Винодада, когда он был побежден и завоеван, и Ахав преследовал его. И некоторые из народа сказали ему, мы знаем, что цари Израиля, милостивые цари, пошли людей своих к Ахаву, и, может быть, он пощадит нас. Винодад отправил своих людей к царю. Прежде Ахав никогда не являл свою милость ему. Винодад лишь слышал о милости царя. Итак, пред Ахава, предстали люди его. И что же ответил царь? Жив ли еще мой брат Винодад? Истинно говорю тебе, бедная душа. Если ты не ощутил милости Божией, другие ее испытали, ибо он милостивый царь, приди к нему. И он на этом примере, что Ахав милостивый, он говорит, что Бог намного более милостивый. Ты можешь прийти к Богу, вот в своих грехах, такой, как ты есть, и ты получишь благословение. Но если обращаться к проповедям наших русскоязычных проповедников, особенно записанных в Кренице, ну и Кренице Житя, или, скажем, в Братский Вестник, особенно старые добрые проповеди, там мы найдем очень и очень много библейских иллюстраций. Очень много. То есть братья особенно использовали иллюстрации из Библии, считая их такими серьезными, важными, достоверными, заслуживающими внимания. Ну и это помогало изучать или понимать лучше Библию. Вообще вот обращение к библейским иллюстрациям, оно позволяет видеть саму Библию в новом свете. Когда мы их используем, когда мы их применяем и цитируем свои проповеди, мы как бы в новом свете видим Библию. Можно их пересказывать как-то своими словами, не обязательно просто вот так, как написано, как-то по-своему пересказать, и оно становится интереснее. Вот здесь мне интересным показалось, как один проповедник обращается к истории, связанной с Давидом. Вот и он не просто пересказывает какую-то историю, что Давид делал. Он когда пишет, как Давид писал Псалом 23, и он так начинает. Давид выпрямился, потянулся и зевнул. Позади был день, наполненный репетициями, привычными профессиональными занятиями с музыкантами, певцами и танцорами. Партитуры и хореография были замечательными, и Давид остался более чем доволен. Псалом был хорош, короткий, ясный, идеально подходящий к событиям. Пришлось побозиться с фразой «Кто взойдет на гору Господню и станет на светлом месте его?» Но в итоге все получилось. Псалом прекрасно прозвучит в исполнении хора. А четыре условия вхождения на гору Господню, они получились просто замечательно. Четкие, лаконичные. На святом месте станет тот, у кого руки неповинны и сердце чистые. Тот, кто равнодушен к мирским бренным ценностям. Тот, кто не божился напрасно. Чистые руки. Такие же чистые, как его собственные. Неожиданно воспоминания нахлынули на Давида. Воспоминания о том, как он отмывал, отмывал эти чистые руки, стараясь уничтожить все следы того кровавого преступления. Как это могло случиться? И далее размышления о грехе Давида. То есть здесь автор пересказывает историю в другом свете. Художественный такой. Да, художественный. И оно сразу привлекает внимание. Мы так привыкли к этой истории. А когда попытаться воссоздать обстановку, в которой Давид писал, занимался, что-то делал. Сравнить псалмы, связать с историей Давида. Мы по-другому это воспринимаем. Первое, библейские иллюстрации. Второе, сравнение иллюстрации с повседневной жизнью. Это самое простое. Где вам найти иллюстрации? Проще всего. Живете и говорите о том, что делаете, что видите и как живете. И такие иллюстрации будут близки к слушателям. Вы видите жизнь, вы показываете, вы видите то, что они видят. Так делал Спержин. Спержин приводил очень много примеров из повседневной жизни. Даже из таких областей, как зоология, ботаника, рыболовная ловля, охота, астрономия, химия, зоология. То, что было вокруг людей, то, что люди видели, слышали, те же звезды, те же животные рядом. И во всем он приводил примеры. То же делал Иоанн Златоуст. Вот одна из его проповедей. Он обращается к самой простой иллюстрации, к кладбищу. Вот мы сегодня говорили, тоже упоминали это. И он говорит. «Пойдем, прошу тебя, как гробам, и увидим свершающиеся там таинства. Увидим разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела. Если ты мудр, поразмысли. И если разумен, скажи мне, кто тут царь и кто простолюдин? Кто благородный и кто раб? Кто мудрый и кто неразумный? Где тут красота юности? Где привлекательнейший взгляд? Где миловидные очи? Где прекрасный нос? Где розовые уста? Где цвет ланит? Где блестящее чело? Не все ли прах? Не все ли пепел? Не все ли персть? Не все ли червь и зловоние? Не все ли тление? И люди очень хорошо понимают, что такое кладбище. Самая простая и ясная иллюстрация, чтобы показать смертность этой жизни. Или вот Уайтфильд. А, это спержен, проповедь, песня ночи. Вот, например, он приводит такую иллюстрацию из жизни мира природы. Мне кажется, так говорят о подсолнухе. Хотя я задаюсь вопросом, правда ли это, что он поворачивается к солнцу. Но я уверен, что так происходит с цветами искупителя, которые растут в его саду. Они не только смотрят на солнце, но они находят истинную жизнь, тепло и преобразующее воздействие того, кто для них все во всем. Все во всем. Иллюстрации, связанные с повседневной жизнью. Следующие, личные опыты жизни других людей. Еще один тип иллюстрации. Кстати, сам апостол Павел, помните, он обращался к иллюстрации о своей обращении? То есть говорил о своем обращении. Вообще, вот иллюстрации, связанные с личным опытом, они больше и сильнее могут воздействовать на других людей. Вот, кажется, Робинсон в своей книге показывает воздействие сил иллюстрации. И он рисует такие круги. Вот один круг. И вот здесь маленький круг и маленький круг. И он объясняет так, что вот этот большой круг – это образование человека. Образование. Маленький круг – это опыт. И вот эти круги, эти круги справа, скажем, характеризуют проповедника. Круги слева характеризуют слушателя. И, по его мнению, самые сильные иллюстрации вот здесь находятся. Когда опыт проповедника и опыт слушателей пересекается. Скажем, когда вы работаете в деревне на поле, и вы проповедуете людям, которые там же работают. И вы приводите иллюстрации из жизни сельскохозяйственной. Может быть, другая ситуация. Вы, скажем, живете в городе, вы там никогда не работали, но вы прочитали об этом. И тогда вот эта иллюстрация – это то, что связано с образованием вашим. Вы прочитали, и вы приехали в деревню и рассказываете что-то о сельскохозяйственной жизни, чтобы быть ближе к людям, чтобы как-то людям передать эту истину. Но эти иллюстрации уже не имеют такой силы, потому что вы-то сами по себе не знаете этого хорошо. Вы просто об этом прочитали. Или же вы рассказываете о том, что могли там прочитать слушатели. Но эти иллюстрации тоже, они чуть… Скажем, мы приводим пример из истории. Мы об этом прочитали, слушатели об этом знали. Или Достоевского, или жизни Наполеона и так далее. Но они не близки к нам. Эти иллюстрации несколько удаленные от нас. И вот он говорит, что самые сильные иллюстрации – это вот когда пересекается опыт слушателей и опыт проповедника. Если пересекается образование слушателей и образование проповедника, это уже менее значительные иллюстрации. Ну а бывает такое, что, скажем, проповедник, он имеет свой опыт, он приводит вот эту иллюстрацию. Допустим, он приехал в деревню, он приводит иллюстрацию из… Работы на заводе. Да, работы на заводе или там работы компьютера, как загружать программы и так далее. А люди, в опыте людей этого нет. Они не представляют, о чем идет речь вообще. О чем ты говоришь. Или наоборот. Там кто-то приехал из деревни, рассказывает человеку, который не видел плуга ни разу. Разве не стоял в плуге. Он рассказывает о том, как это делать. И вот, скажем, человек, он этого не представляет. Он не знает. И для него эта иллюстрация имеет мало значения. Малую роль. То есть, если это из другого опыта. Хотя она может быть интересной и поучительной. Скажем, врач рассказывает иллюстрацию, мне нравятся там какие-то из области медицины. Вот если они понятные, близкие, они могут быть. Хотя они не в моем опыте, но они тоже могут быть полезными. Но самые близкие и полезные иллюстрации, вот это когда опыт людей пересекается. Ну, а опыт людей пересекается, скажем, в каких иллюстрациях? Ну, самых простых. Когда мы говорим о вопросах, вот брат приводил печали, когда люди теряют близких. Это практически со всеми бывает. Дети, родители, смерть, уход людей. Вот это близкая иллюстрация. И когда мы об этом говорим, это то, что каждому близко. И вообще, примеры из личной жизни, они могут быть неплохими и полезными. Вот многие проповедники этим пользовались. Например, Уайтфильд вот рассказывает, начинает. Когда мне было 16 лет, я начал поститься дважды в неделю в течение 36 часов, взятых вместе. Много раз на день молился. Принимал причастие каждое воскресенье. Не польстился во время великого 40-дневного поста, доводя себя чуть не до смерти. Посещал служение не меньше трех раз на день и так далее, и так далее. Это интересно. Людей сразу привлекает. А что? Что с ним произошло? Чем это закончилось? Какие выводы из этого? Муди много иллюстраций приводит из своей жизни. Вот один из них звучит так. Хочу поделиться опытом своим. В Филадельфии на одном из служений пьяный мужчина встал со своего места. До того времени я совсем не верил в то, что пьяница может обратиться ко Христу. Обычно я сталкивался с негативными примерами. Но этот человек поднялся и начал кричать. Я хочу, чтобы за меня помолились. Друзья, бывшие с ним, попытались усадить его на место. Но мужчина лишь начал кричать еще громче, повторил свою просьбу три раза. Его крик был услышан, он получил рождение свыше. У Бога есть сила изменить человека, даже если он алкоголик. Такие примеры часто приводил Муди. У Муди вообще было много примеров. Он хорошо запоминал их, как-то систематизировал, помнил. Он их использовал очень много. Спержин тоже часто использовал иллюстрации. Например, вот он говорит в своей проповеди. Я слышал об одной женщине при смерти, которую посетил служитель. Она сказала ему, я хочу задать вам один вопрос, ведь очень скоро я умру. Конечно, задавайте, ободрил ее служитель. О, страдавчески произнесла умирающая. Я так хочу знать, будет ли на небе отдельная для меня комната, потому что я не могу представить, как эта ненавистная Бетси, кухарка, будет со мной в раю. Она такая грубиянка. Служитель повернулся к женщине и сказал, даже не беспокойтесь, уважаемая. Вам нечего бояться по этому поводу. Потому что, пока вы не избавитесь от вашей напыщенной гордости, вы вообще в рай не попадете. Вот такие иллюстрации, примеры жизни, интересные, понятные, приводят к какие-то благословениям. Ну, относительно иллюстраций из жизни, здесь нужно одно отметить, что иллюстрации должны быть скромными. Вот чего может не хватать. Иногда мы слышим, проповедники приезжают какие-то, рассказывают о таких страшных там событиях в своей жизни, как они, скажем, особенно если кто-то пережил там, где-то сидел очень долго. И какие-то были... Я слышал у нас один проповедник, как он рассказывал, как он в камере к нему подселились, чтобы ее опустить. Он одних побил, потом еще подселили троих, он тех побил, потом еще подселили, он тех побил. Это была такая яркая проповедь. Но она, по сути дела, привлекала больше внимания к самому человеку. Вот какой необычный, интересный человек, какой сильный. В иллюстрациях мы не должны привлекать внимание к себе. Или, скажем, человек говорит, вот когда я прогуливался по Иерусалиму, и говорить везде об этом, или проходя по Манхэттену, в Нью-Йорке, ну и это привлекает внимание к человеку, вот к себе, где он был, что он видел, кто он такой. Или когда он слишком много говорит о своем обращении, как он много для Бога сделал, ну это обычно негативно сказывается на... То есть надо все-таки в меру не слишком привлекать внимание к себе. Вот этот момент важен в иллюстрациях, когда мы личные иллюстрации рассказываем. Вот стараться привлечь внимание к Богу. Апостол Павел тоже говорил о себе, но он так быстро переходил ко Христу. Он немного... Он мог бы рассказать... Помните, он говорит, я влачил в темнице, там убивал. Он мог бы начать рассказывать, вот я зашел в один дом, вот я открыл, там была семья верующих, я схватил потом женщину, потом дети, я тех... И он мог бы так это живописать, он старался не привлекать к этому внимания. Внимание надо привлекать ко Христу. Он сказал, я был грешником, я был вообще как урод, как изверх какой-то. Бог меня спас. И вот так мы должны тоже использовать иллюстрации. Скромность, скромность в иллюстрациях. В своих знаниях, что мы знаем, что мы прочитали, что видели. Ну и еще пару иллюстраций, вот прежде чем мы закончим этот раздел. Поэзия. Великие проповедники часто используют поэзию. Очень красиво. Тот же Чарльз Финей, Спержин. Ну, здесь стихи из поэтов. Как-то Александр Васильевич Карев. Кстати, часто цитируют из песен что-то. Например, Карев вот пишет. Мы не знаем, что будет восхищение церкви. Мы знаем, что будет восхищение церкви. То есть, часть церкви Христовой не увидит смерти. И мы поем. О, радость туда перейти без страданий, без боли, недуга, без буквы, ранья. Быть с Господом в славу его восхищенным. Куда он возьмет своих? Или он говорит об том, как Христос омывал ноги ученикам. Потом они были в горнице. И дальше он продолжает и говорит. Об этом месте мы поем прекрасную песнь. Мир, полный мир. Хоть зло вокруг кипит, но на груди Христа мир царит. Много есть хороших отрывков. Вы сами можете читать, взять Лермонтова. Есть хорошие стихи. Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами. Золотые мотив края своими жестызами и так далее. Вот очень такие духовные некоторые хорошие стихотворения. Пушкина что-то есть. Есть классики русской поэзии. Сейчас есть сборники. Фетт, Майков, Натсон, Льдов, Мережковский. Много других поэтов собрано. Есть очень хорошие стихи, которые могут украсить. Быть своего рода жемчужиной вашей проповеди. Когда мы говорим о воскресении Христа, мы можем привести такую иллюстрацию или пример. Со смертью для нас кончается не все. Могила чудной жизни пробуждения. Когда живем, мы думаем, что падаем в нее. Умрем, возносимся на небо в изумлении. И так далее. Эти стихи касаются сердца больше. Поэзия вообще касается души. Поэзия, если красиво, если это недолго. Там пара куплетов, два-три куплета могут очень красиво создать обстановку и проиллюстрировать ваши мысли. И другие иллюстрации. Кроме того, другие иллюстрации пословицей, поговорки, история, цитаты. Сегодня мы слышали, кто-то приводил из вас. Да, цитаты других людей. Ссылки на астрономию, на разные рода другие дисциплины. Хорошие цитаты, кстати, мы цитируем, они добавляют авторитет. Когда мы берем, скажем, спержин сказал, о, сразу так авторитетно, да, спержин сказал, конечно. Или муди, или еще кто-то, когда мы ссылаемся на других людей. Это обычно хорошо действует на слушателей. Если это в меру, если мы в меру красиво передаем эти иллюстрации. Правила использования иллюстраций. Несколько правил. Первое, используйте уместные подходящие темы и структуры проповеди иллюстрации. То, что я уже говорил, по-моему. Нельзя употреблять пример только потому, что он хороший. Вам попался хороший пример, интересный, смешной. Но вопрос в том, подходит ли он к проповеди. Добавит ли он что-то истине. Поможет ли он прояснить истину. Чарльз Финей очень большое внимание уделял этому. И он говорил о том, что иногда пример может отвлечь от истины и привлечь внимание к себе. Вот и он так говорил. Иллюстрация по возможности должна представлять собой обычный случай. Чем обыденнее будет ситуация, тем больше можно быть уверенным, что внимание сосредоточится не на самой ситуации, но она послужит посредством для передачи истины. То есть мы не к иллюстрации привлекаем внимание. Иллюстрация служит для того, чтобы лучше понять саму ситуацию. Используем уместные, подходящие к случаю иллюстрации. Второе. Используйте примеры, заслуживающие доверия. Конечно, заслуживают доверие примеры из Библии, может быть из мира, природы, истории, жизни великих людей. Но сегодня мы, много есть примеров иллюстраций, которые берутся из газет, скажем, журналов. И часто они страдают недостоверностью. Но мы, как проповедники, должны подходить ответственно, потому что если мы неверны в земном, если мы простые примеры приводим недостоверные, неправильные, тем более мы будем неверны в небесном. Поэтому надо очень осторожно подходить, особенно если вы берете где-то из газет примеры. Часто они описывают по-разному одну и ту же ситуацию, и нельзя быть уверенным. Или когда вы используете статистику. Статистика, кстати, кто-то сказал, что есть маленькая ложь, есть большая ложь и есть статистика. Это уже способ обмануть людей. И надо очень осторожно относиться к статистике, когда мы читаем это. В результате исследования обнаружили то-то, столько-то рок-музыкантов, поклоняются дьяволу. Кто исследовал, сколько, где, какие группы. Или вот интересный пример такой статистики. Так звучит сильно. Классический пример. Треть всех женщин, обучавшихся в университете Джона Хопкинса, вышли замуж за преподавателей этого университета. Статистика такая солидная. Треть всех женщин задумаются, что там происходит. Оказывается, в университете училось три женщины. Одна из них вышла за преподавателя. И в результате статистика появилась. Треть всех женщин, обучавшихся, вышли за преподавателей. Но это только одна. То есть статистика, она как бы представляет на самом деле больше, чем было. Рисует картину большую. Статистика иногда способна каким-то образом людей запутывать. Или, например, когда вы сталкиваетесь со статистикой, скажем, о количестве членов церкви. Там говорят, вот столько-то, православные, столько-то, католики-то. Что это на самом деле? Какой подход к статистике? Например, баптисты никогда не считают членов церкви, среди членов церкви детей, скажем, молодежь. Они считают тех, кто принял крещение, на самом деле людей больше. Как мы подходим к статистике? Поэтому надо быть осторожным вот таким данным. Используйте примеры соответствующей жизни слушателей и понятные. Это то, что мы говорили. Вот мне Рустам в перерыве сказал пример о том, что там в цыганской церкви один хороший брат приехал, где-то что-то прочитал о цыганах и начал проповедовать. И они начали расходиться. Он ничего не знал о их жизни, о том, что им говорить. А потом вышел брат из цыган, который не такой образованный, но он все знает о них. И он начал говорить на основании Библии, люди стали слушать. Примеры, понятные людям, близкие людям. Они должны видеть, что мы близки к ним, мы знаем их жизнь, мы знаем, о чем мы говорим. Примеры соответствующей жизни слушателей. Так делал Иисус Христос. Он приводил примеры близкие людям. Примеры, которые были дороги о неводе, о закваске, осенние, рыболовы, сеятели, все понимали его и радовались этому. Он не приводил что-то из философии, они бы этого не поняли. Он приводил то, что было им понятно. Он даже не цитировал Платона, Аристотеля или других светил древности. Он говорил о том, что людям было понятно и не радовались, потому что понимали истину. Но это то, о чем мы говорили уже, что то, что соответствует опыту людей, нашему опыту, он лучше всего используется как иллюстрация. Используйте краткие иллюстрации. Две-три минуты часто достаточно, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Иногда иллюстрация занимает слишком много места, и она отвлекает идею от истины. Здесь тоже надо какая-то умеренность. Бывают иллюстрации подольше, подлиннее. Но в целом иллюстрация не должна отвлекать от истины. Иначе центр тяжести сместится с проповеди к иллюстрациям. Иногда не только иллюстрации, краткие. Я слышал одного брата, он приводил одну иллюстрацию. И я думаю, что не просто сама иллюстрация, но даже сам способ представления иллюстрации был таким нагруженным. Он говорил, вот когда-то тот брат на том-то собрании, которое происходило в таком-то месте, рассказал такую-то иллюстрацию. И он долго говорил, введение к примеру. И оно не нужно. Вот когда-то кто-то где-то рассказывал этот пример. Если этот пример подходит к проповеди, расскажи. Но не говори долго, не отвлекай внимания на детали, которые людям не нужны. Нужно делать то, что подходит в данном случае содержанию проповеди. Используйте разные виды иллюстраций. Используйте разные виды иллюстраций. Это мы можем увидеть, скажем, у Спеджина. Спеджин читал много книг по охоте, по биологии, астрономии, истории. И он мог приводить разные иллюстрации. Читайте книги хорошие, читайте примеры, для того, чтобы проповедь ваша была разнообразной. Не приводите, ну, приводите примеры только из жизни семьи. Это интересно, но можно разнообразить, добавить что-то к вашим иллюстрациям. И последнее. Используйте оптимальное количество иллюстраций. Я здесь не говорю, сколько использовать иллюстраций. Потому что в некоторых учебниках рекомендуют 2-3 иллюстрации. Но иногда мы читаем того же Спеджина, и мы видим, у него их больше. Или у Муди. У Муди было иногда очень много иллюстраций. Он использовал некоторые примеры, примеры сменяли примеры, и даже было трудно найти конец. Один за другим. Примеры, 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 примеры. Но у него не терялась главная мысль при этом. Я думаю, что целесообразно просто ориентироваться по времени. Сколько нужно пример. Допустим, если проповедь не очень длительная, продолжительная, то тут ограничится двумя-тремя примерами. Если проповедь большая на 2 часа, то здесь можно и побольше. Согласен. Потому что в маленькой проповеди, если 15 минут, 10, 15, 12 минут, там 3 иллюстрации более чем достаточно будет. Если большая проповедь, люди не смогут слушать даже без иллюстрации. Надо как-то добавить интереса, пример, сравнение, сравнение. Например, Муди долго проповедовал. Он не по 15 минут проповедовал обычно. Он долго говорил, поэтому у него был пример за примером, примером. Вот он говорит, проповедует и говорит, расскажу вам кое-что из личного опыта. Потом несколько минут прошло, секунд. Затем у меня есть еще один урок, пример. Еще один пример. На одном из служений в Нью-Йорке молодой человек встал, поделился свидетельством, которое, затаив дыхание, слушало все собрание. Он приводит свидетельство. Спустя минуту. Я помню Филадельфии и рассказывает. Потом. Позвольте рассказать об одной матери, живущей в Филадельфии. У нее было два неуправляемых сына. После этого рассказа. Еще одно происшествие и так далее. Ну и он таким образом иллюстрировал. У него были имонимизационные проповеди особенно. Он иллюстрировал силу Божию, как Бог менял людей. И это воздействовало. Большинство людей слушают на уровне ученика 5-6 класса. Средней такая в аудитории. И если им рассказывать просто какие-то абстрактные мысли, передавать истину сложными словами, объяснять, что такое истина, использовать категории, как греки использовали всемогущество, всеведение. Вот сравнить даже, как греки и как евреи рассказывали о Боге. Если бы евреи спросили, каков твой Бог? Грек бы начал говорить. Он всемогущий, он всесильный, бесконечный. А еврей сказал бы, он вывел из Египта нас. Воды Иордана или воды Красного моря раступились. Совсем другой подход к рассказу о Боге. Он не говорит об этих категориях философских. Он говорит о том, что он сделал. И сразу понятно. Бог, который выводит, спасает народ. Бог, который переводит через трудности какие-то. Бог, который освобождает из рабства. И вот эти иллюстрации сразу же открывают истину. Хотя есть, конечно, отдельные люди, которым надо логика. Есть, может быть, несколько процентов людей, которых надо логически создать, доказать и так далее. Поэтому в нашей проповеди должна быть и логика какая-то, должна быть ясность и последовательность. Но иллюстрации. Сделайте окна в ковчеге. Сделайте окно в ковчеге. Источники иллюстрации. Источники иллюстрации. Где мы находим иллюстрации наши? Ну, Библии в первую очередь. Мы уже говорили об этом. Конечно же, Библию читаем. Читаем Ветхий Завет. Там столько иллюстраций красивых. Исаак, Яков, Авраам, Давид. Давид. Жизнь Давида бесконечная. Такое бездна, бездна, богатство иллюстраций. Ну, и мы говорили, что они хороши. Они имеют авторитет. Они боговдохновенные. Они доширяют наше познание Бога. Другая литература. Мы будем говорить. У нас такой раздел будет на последний день завтра, как образование проповедника. Мы будем говорить о том, что полезно читать, какие книги хорошие, авторы. Я буду что-то рекомендовать. Но здесь я только напомню о важности чтения с точки зрения поиска иллюстраций. Есть специальные сборники иллюстраций. Кто-то из вас видел такие? Сеется семя, например. Помните? Яков Левин. Да, да, да. Потом было 500 иллюстраций к проповеди. Помню, когда-то в детстве мы еще имели такая старая книга Борчук. Иван Борчук. Это очень старая. Сейчас их сложно найти. Когда-то переиздавали. Потом были такие круг христианского чтения, помню. Рассказы. Тоже рассказывают. Христианские рассказы. Или сейчас есть такая хлебно-шнаслушный. Христианская поэзия? Нет. Хлебно-шнаслушные такие сборники для ежедневного чтения. Рассуд есть. Да, рассуд есть. И там они постоянно приводят какой-то, часто, по крайней мере, приводят какие-то примеры. И затем текст писания, иллюстрации. Это хороший пример. И можно учиться, как использовать иллюстрации. Он приводит какое-то сравнение, потом текст Библии и делает вывод. Там своего рода краткая проповедь. Я думаю, для начинающих проповедников полезно читать. Хлебно-шнаслушный. Библия на каждый день она читает. Это она по интернету. Они даже так делают. Да, в электронном формате работают. И в письменном и так далее. Очень хорошее. Есть толкование. Например, толкование Баркли. Там много иллюстраций. Кто из вас читал, очень много разного рода интересных иллюстраций. Особенно историко-культурного плана, фона. Можно читать сборники поэзии. Например, «Волны Вечности» или классики и так далее. Все это приводит. Просто чтение. Да, чтение хороших книг. Там Филиппа Янси или Макса Лукада. Или кто предпочитает Раби Захария. Есть другие книги хороших писателей. Мы будем в этом больше завтра говорить. Актуальные события и факты их жизни слушателей. Это то, что мы видим вокруг. Повышение цен, кризис, иллюстрации приводим. Что-то произошло на улице. Где-то авария случилась. Почему, что, как объяснить. Мы приводим иллюстрации. Опыт. Опыт проповедника. Каждый выходит из дома, что-то видит. Где-то птички запели. Животное какое-то пробежало. С кем-то встретился, поговорил. Знакомого. Есть свой опыт. Но здесь мы уже говорили о том, что надо оставаться скромным в своем опыте. И, скажем, такие иллюстрации, типа «Купаясь в мертвом море». Они могут привлечь внимание к проповеднику. Надо скромными быть в своих иллюстрациях. Когда мы говорим что-то из нашего опыта. Наблюдение за окружающим миром. Открыть глаза. Посмотреть на облака. Посмотреть на птиц небесных. Посмотреть на растения, на цветы в саду. И у нас сразу будут готовые иллюстрации. Если у нас будет время, я дам задание даже вам. 10. А, здесь у нас нет. Может быть мы найдем цветок. И надо будет извлечь 10 иллюстраций из цветка. Оказывается, это можно. Я давал студентам. Поначалу. А что сказать? Вот цветок стоит в горшке. Потом, как начинали думать, такое придумывали, что даже не было такого в цветке. По 10, по 15 иллюстраций и отличались друг от друга иллюстрации. Оказывается, очень много. Надо будет нам потом принести цветок. Кому мы поручим? Сейчас найдем. Найдете цветок в перерыве, да. И мы потом найдем минимум 10 иллюстраций из цветка. Хорошо. Принесете сюда цветок. Воображение. Воображение может стать хорошим. То, что я вам читал о Давиде. Помните? Когда Давид там сел, устал уже после написания псалма, долго репетировал. Мы можем вообразить. Ну, здесь воображение просто не должно заводить слишком далеко. Вот один проповедник рассказывал, как вышли эти саградаты Иисуса Навина. Потом они на надувной матрасе переплыли Иордан. Ну, это, может быть, через счет воображение заводит человека. Или у нас один такой был яркий проповедник. Он часто приезжал из-за границы. Он рассказывал о том, что Дух Святой хочет прийти к вам. Ну, как Дух Святой хочет жить с верующим. Он хочет прийти к вам домой. Он хочет сесть к вам за стул. Он хочет положить ноги на стол. Пить с вами кофе. Ну, и немножко, может быть, это в той культуре, так положить ноги на стол. И сидеть, это значит общение близкое. Но иногда надо контролировать свое воображение. Но воображение надо подключать. Нам не хватает воображения брать. Вообразить, придумать какую-то притчу, историю такую, как Христос писал притчу, я притчи говорил. Но, правда, это реальные были события. Они не просто были выдуманы, реальные. То, что случалось. Наука и искусство. Иллюстрации из мира медицины. Кто-то из вас, может быть, читал книги Пола Брэнда и Филиппа Янси. Очень интересные книги. Ибо ты устроил дивно внутренности мои. Потом по образу его Филиппа Янси и Пол Брэнда. Это очень интересные книги, написанные врачом и писателем. И он описывает тело человека и связывает это с духовными истинами. Как это тело связано с духовными истинами. Как оно связано, например, с сердцем человека. Что оно значит буквально. Как оно кровь перегоняет. И что это значит в духовном смысле. Кожа человека. Как она защищает человека от всяких воздействий внешних. И что это значит в духовном смысле. Что значит кожа в духовном смысле. Очень интересно. То есть, как иллюстрации, это очень и очень полезная вещь. Что еще можно сказать? Сборники проповедей, других проповедников. Кстати, очень полезно читать время от времени. Если есть, находите, читайте. Вот это обогатит вас не сказано. Вот только надо помнить совет одной бабушки. Одна бабушка говорила. Пастись ты можешь на разных лугах, но молоко давай свое. Можешь где угодно искать. Только чтобы давали свое молоко. Читайте другие проповеди. Занимайтесь, исследуйте. Собирайте иллюстрации. Но давайте свое молоко. Сами взбивайте. Доите много молока, взбивайте сливки, масло свое. Где еще можно найти иллюстрации? Вот я что-то упустил. Везде. И природа окружающая нас. Ну особенно, если так сказать, короче, там Библия, наша жизнь, личная, где мы живем, природа вокруг нас и чтение. То, что мы читаем, узнаем и так далее. Вот то, что мы находим. С этим связан раздел сбор материала, как собирать иллюстрации. Правил здесь нет таких жестких по сбору иллюстрации. Я отмечаю здесь, что каждый проповедник должен выработать самый лучший для него метод сбора и хранения информации. Требование одно. Система должна позволить быстро найти нужную информацию. Сколько бы вы не сложили, у вас система должна быть такой, чтобы вы быстро, в нужный момент нашли то, что вам нужно. Скажем, тема надежды у вас. Вы думаете, есть ли у вас пример? Может быть, вы где-то когда-то читали и сложили вот в эту папочку. Раз, раз, раз. А, Б, В, Г, Д. В каком у вас порядке это расположено? Понятно. Ну тут я еще добавить. Могу я добавить? Да, да. Я думаю, тут у всех, у многих есть это. И у Юры есть. У нас есть компьютер, слава Богу, сейчас. Бог благословил. Нажимаешь клавишу и у тебя открывает. Любые комментарии в Варкте. То есть у меня библиотека есть в компьютере. Да, понятно. Хорошая библиотека. Молодцы. То есть все есть. Александр, что ты хотел еще добавить? А, по компьютеру, да? Да, у нас это вот, слава Богу, есть. Раньше, у кого нет компьютеров, можно другие использовать варианты. Скажем, Муди использовал конверты. У него были конвертики, у него попал пример на тему там любовь божия в конвертик. Надежда в конвертик. Будущее, там, смерть в конвертик. Все это в алфавитном порядке лежит. Там какую-то вырезку из газеты, статьи, ксерокопия, записка своя. Ну и так, в принципе, легко найти. В алфавитном порядке расположил, достал то, что нужно. Или папочки. Вот я тоже когда-то делал папку, такая вот большая папка была. Я туда все вырезки, все мысли, знаете, что попадало в алфавитном порядке. Располагал, и потом, если мне надо было, я сразу, а, душа. Раз, 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 ну, Д. Пьянство. Раз, А, П. Рождество, Р на Р. И находил таким образом. Или же записывал, некоторые вещи записывал в тетрадь. Я просто записывал в тетрадь, а в конце было оглавление в алфавитном порядке. То есть здесь я записывал по порядку, а в конце было в алфавитном порядке такое оглавление. Скажем, П, послушание. Пример номер там 10. Ага. Я посмотрю на П. У меня есть пример туда. Там Иисус Христос, воскресенье. Номер 17 пример. Раз, вернулся, посмотрел. То есть можно таким образом. Можно, ну, главное здесь, конечно, в алфавитном порядке располагать. Но если у вас есть компьютер, это намного лучше. Вот я думаю, что, вот я даже могу показать, как я этим занимаюсь. Ну, примерно так же, я думаю, как и, ой, я не туда пошел. Да, так, как и все из вас, наверное. Вот я беру тоже вот иллюстрации, скажем. И вот примеры у меня написаны. Вот у меня они таким образом. То есть здесь, вот я, я понял, что примеры, которые там из книг сеются, всеми из других, они не всегда мне подходят. Я начал собирать свои. Вот я собираю и просто по порядку записываю. Вот если здесь что-то можно, вот, скажем, молитва за других. Вот пример из хлеба нашего насушного, я отмечаю. 18 октября 2004 года я прочитал этот пример. Вот, ага, вот пример, там о, чем у меня пример. На Матфея 6, 21. Где ваши сокровища? Я нашел интересную вырезку, аргументы, факты до 2000 год. Я забыл то, что на ней отметил. Но это интересная, нет, на что люди тратят деньги? Косметика в США 8 миллиардов долларов в год, мороженое в Европе 11 миллиардов, там сигареты 50 миллиардов, корм для животных в США Европе 17 миллиардов и так далее. Вот, на что деньги тратятся? Интересные примеры. Или, там, возрождение, сердце. И я рядом пишу тексты из Библии, к которым подошел бы этот пример. Он может подойти к теме возрождения, к теме сердца. И он может подойти к теме, там, языки 11, 19, псалом 15, 12 и так далее. Вот это история человека, который купил первые в своей жизни часы. Вот, может быть, ее слышали. И они начали спешить. Он пошел к мастеру и говорит, надо стрелки поменять. Я говорю, стрелки плохие, спешат. А он не понимал. А мастер говорит, не в стрелках дело. Дело то в механизме. Вот в чем дело. И мы приводим пример, говорим, что люди часто пытаются косметические изменения производить. Они не понимают, что проблема в сердце. Они думают, то подправить, то образовать, выучить человека и так далее. Ну и вот таким образом, бесконечно эти примеры. Я не знаю, у меня их уже так, может быть, 250 или сколько здесь насчитывается. Я уже собираю под книгу. Я думал собрать это под книгу когда-то. Потому что у меня сразу, например, Чак Колсон, откровенный разговор с подростком. Оттуда бы писал. Лев Шестов, Афина и Иерусалим. Книга какая-то там философская. Ну, из всего, что читаю, мать Терезы Калькутская. Вот ее выражение какое-то. Очень сильное, хорошее выражение. Опять Чак Колсон. То есть, все, что читаю в какой-то момент жизни. Или где-то слушаю Лебедев, церковно-исторические повествования. Очень интересные есть там из истории церкви такие. А потом... Чак Колсон, это тюремное служение? Да, да, да. У нее есть много интересных книг таких хороших. А потом, как я нахожу примеры. Сейчас покажу. Вот. Допустим, на тему Библии мне надо. А, вот тема Библии, достоверность Библии. Это пример 251-252. Ну, вы понимаете, в компьютер это все очень легко вставить. Вот. Я смотрю, у меня другая тема. Ага. Тема Дух Святой. Исполнение Духом Святым. Пример номер 262. Десятина. Пример номер 143. Там дети. Пример 105-106. Там и так далее. То есть, на любой... А внизу сделаны тексты Писания. Например, у меня Матфея 6, 19-20. Пример 113 у меня есть на этот текст. То есть, я уже, если готовлюсь по Матфея 6, 19-20, я могу найти... Не важно, что я об этом сейчас не буду проповедовать. Может, я буду через год проповедовать. Но у меня уже это есть. Ну, кроме того, у меня еще другой такой индекс я делал когда-то. Это был такой большой индекс. Я еще имею, кроме этого, у меня отдельный такой индекс. Здесь я нахожу какие-то... Отмечаю, если у меня нет материала на листочке или переписанного, допустим... Ну, такой момент. Допустим, баптизм, гонение на баптистов. Такая тема. Где-то мне понадобится... Я читал книгу Бонч Бургевича из мира сектантов. Я отметил, что в этой книге есть материал на эту тему. Когда-то мне понадобится, я, может быть, возьму эту книгу. Я знаю, где она есть. Я даже написал в Национальной библиотеке. Там я сработал, я нашел этот материал. Или Благовещение тема. И у меня записано, Златоуст, второй том, вторая книга. В Златоусте, втором том, вторая книга, есть проповедь на эту тему. И когда-то мне будет полезным... Взять ее, знаете ли сразу. Да, да. Папка там... Или в такой-то папке это находится. Некоторые индексы здесь я знаю, где что-то находится. Или в такой-то книге. Там, курение, материал диск какой-то, Вернен Фостер, новый старт, такой-такой. Если мне эта тема понадобится, где-то какая-то лекция, вот, и говорится. Или плюрализм, богомыслие, пирсинг. Интересная тема для молодежи, пирсинг. Это вокруг света, номер 9, за 2007 год у нас есть в библиотеке, подширка эти журналы. Очень интересный материал об этом, пирсинге. И если мне понадобится, ну, согласитесь, мне будет намного легче найти материалы. Что-то искать, по-новой, где это есть, что есть. А я уже знаю, что это есть. То есть, если у вас есть компьютеры, вот вы говорите, это намного проще собирать и материалы. Главное, чтобы система была такой, чтобы вам было легко находить. Раз, щелк, нашли, щелк, нашли. Проповедник как белка, он на землю заготовит, или муравей. То есть, что бы ни попало, вот, у меня с собой всегда листочек есть, или компьютеры есть где-то. Раз, записал. Что-то, мысль какая-то попала. Или любую книгу читаешь, любую книгу, не надо ее просто так читать. Вы сейчас будете читать добрые советы проповедникам Евангелия. Взяли карандашик, отметили, прочитали, и отметили, и листочек рядом. Страница 30, там, страница 35, 50. А потом вернулись, когда прочитали, и посмотрели. О, этот пример не подойдет где-то. Дайте я ее сюда там, а замечу себе, или отмечу. Или хотя бы составлю индекс какой-то, и напишу, что вот там-то пример такой-то, на ту-то тему, на ту-то. Ну, например, с проповедями я как работаю? Вот, допустим, вот у меня папка проповеди. Я говорил вам о сериях проповедей. Допустим, какую-то серию проповедей вы произносите, и вот у меня уже проповеди, которые я буду в дальнейшем произносить, если Господь позволит. Вот сейчас, например, я работаю над Давидом, проповеди на тему Давида. Например, чем это удобно, серии проповедей? Вот у меня здесь уже где-то 15 тем в будущем о жизни Давида. Допустим, ну, прощение, вот тема Давид и Мемферский, прощение. Вот я еще не дошел до этой темы, но у меня уже есть три страницы материала на эту тему. Я читал какие-то книги, я занимался, и все, что мне попадает на эту тему, вот, я сюда записываю, пригодится. Или вот вторая проповедь по этой теме, это Давид и Голиаф, я буду говорить об искушениях, о том, как мы побеждаем искушения, ну, как аллегорию использовать. Я уже много материала, какой мне попадает материал по искушениям, я его сюда складываю. Ну, он может быть не совсем упорядочен, хотя более-менее я делаю пункты, там, пункт первый, там, второй, третий, чтобы мне было легче складывать. А потом, когда мы подойдем к этой, когда мне надо будет проповедовать, у меня уже окажется есть много материала, то есть это будет намного легче. Или, скажем, в дальнейшем я планирую, если Господь продлит жизнь, вот, Иоанна, произнести серию проповедей на Ивангелет Иоанна. А вот, Иоанна 7 глава, что у меня там есть? О, у меня уже кое-что есть там. Тут даже мало, я уже проповедовал, поэтому у меня там действительно больше. А вот Иоанна 11, наверное, я не проповедовал, у меня мало. Ну, всего лишь одна мысль. Ничего, пригодится. Если вы проповедуете, у вас серии проповедей есть, то это чем полезно, что вы можете сразу собирать иллюстрации уже на будущие проповеди. Вы можете собирать иллюстрации на будущие проповеди, и когда вы подойдете к делу, у вас уже будет много материала. Но вы вырабатываете, сами вырабатываете лучшие методы. То есть здесь главное, чтобы было упорядочено. Вот благодаря компьютерам, вы можете, что вам хорошо сделать, записывать куда-то под номерами и хорошо иметь отдельный файл в алфавитном порядке, в котором указано, там, тема бедности. Смотри то-то, там, читай ту книгу или такой-то пример, там, тема-то, то-то. И так вот собирать, собирать. Кажется, вроде бы, медленно, но потом вы заметите, пройдет год, другой, третий. Вот я сейчас посмотрел, уже у меня там 300 примеров. Да, мне еще 100 примеров каких-то. Там может быть целый сборник проповедей. Я когда-то думаю это сделать, оформить как проповедей. Там есть очень интересная иллюстрация, думаю, полезная для любых проповедей. И так далее. Поэтому это все можно использовать. Здесь правильный момент, вот, контекста, кому мы говорим. Как-то в небольшом городе, вот мне мать говорила, там приехал один проповедник, и она говорит, ну, он нас кормит пирогами, а нам нужен хлеб. То есть, там, такие простые люди собрались, им не нужны были цитаты из, там, Златоуста, Осирина, или, может быть, что-то из жизни великих полководцев, полководцев македонского и прочего, им нужны были простые примеры о жизни, вот, о природе, о сельском хозяйстве, то, в чем они живут. И зависит от аудитории. Если мы собираемся иногда с какими-то учеными людьми, там, может быть, неплохо и Канта процитировать иногда. Это уже другой момент, другой вопрос. Для них это авторитет, они что-то хотят услышать, знать, как это связано с верой, с религией, поэтому там уже иначе. Там мы можем взять книгу Джоша Макдаула, «Неоспоримые свидетельства воскресенья», и, может быть, подискутировать даже на уровне доказательств каких-то. Поэтому здесь зависит, аудитория много значит, наши примеры, иллюстрации. Но личные примеры и того, как Бог действует в нашей жизни, они всегда сильны. Если мы сказали, тут главное к себе не привлечь внимание, но сказать о том, что Бог делает. Если мы проповедуем на какой-то текст Писания, мы говорим о том, что Бог уже это делает. Конечно, здесь важно, чтобы как-то не похвалить себя, если мы говорим «не собирайте себе сокровища на земле, а на небе», и говорить о том, что я собираю на небе, вот учитесь. Здесь надо, может быть, не так говорить, но как-то сказать, что Бог изменил мое мнение. Я тоже думал, что то важнее, я этим занимался, а я потом вынужден был поменять работу, потому что Бог меня поменял. Ну и как-то показать, что Бог сделал, что Бог поменял мое направление. Или сказать «мой друг». Тогда, может быть, лучше даже рассказать о каком-то другом, что вот такой-то был человек, собирал на земле, потом Бог его поменял, он сейчас вкладывает в небесное, он занимается, он собирает, может быть, даже будет скромнее и красивее. То есть зависит от того, какая проповедь. Потому что говорить о себе, что я молюсь, о молитве, как я молюсь, это тоже иногда звучит вызывающе. Хотя сказать о том, что Бог меня учит, я тоже учусь, я несовершенен, но Бог меня учит. Потому что бывает проповедник привлекает внимание, недавно таки попали мне кассеты, не кассеты, записи компьютерные, там был один проповедник, рассказывал о жизни с Богом. Он все время о себе говорил, он говорил, как он встает в 6 утра или в 4 утра, и он молится, как ему Бог является. И он постоянно, он, он и он. О чем он? Не о Боге говорил? Это не совсем нормально, говорить о том, что, каков ты. И люди себя думают, ну я этого не могу, это великий человек. Я в 4 утра не могу вставать, он встает. Ну я не знаю, встает ли он в 4 утра, но он так говорит, рассказывает. Постоянно нормальный человек, здоровый, сложно ему так делать, обычному человеку. Надо действительно иметь какую-то особую способность или тело, чтобы вставать каждый день рано, а поздно ложиться. Павел говорил, я не с тобой хвалюсь. Да. Не с тобой. Так, надо приступить к практическим заданиям, к иллюстрациям. У нас благодаря брату есть цветок. Давайте мы с этого начнем. Ну, простой такой цветок. Ну, ничего, что скажем. Новые иллюстрации. Вот, иллюстрации о цветке. Цветок. Библейский. Ну, давайте подумаем. Библейская иллюстрация первая. Вы помните, когда Иисус Христос говорит о полевом цвете? Взгляните на... Да. Да, да. Никто их не одевает, а какие они трогательные, нежные, приятные в своей цвете. Хорошо. Что еще? Насколько совершенство мира, насколько совершенен цветок, как он питается, как он растет, что ему нужно, свет, что ему нужна вода, что ему нужна земля. Вот такие вот моменты. То есть, вот эта гармония устройства. Гармония всего, да, устройства. Какой бы это проповедь? Это если мы будем говорить о творении, вы имеете в виду, да, если что-то связано с творением, да? Да, вот творение что-то, да. Или апологетическое. Да, тогда можно сказать о том, как, вот кажется, простой цветочек, а настолько устроено, фотосинтез, нет солнца, все, корни, где-то оттуда он должен питаться, все должно быть, водичка тоже. И все в своем пропорции. Какая, и как цветок сам регулирует, сколько ему надо, берет, делает, важно не испортить. Вот интересно, да, можно говорить о творении и говорить о том, насколько он сложно устроен. На самом деле, если вникнуть, посмотреть в лупу, что там только, вот микроскоп, какая чудесная устроена. Можно говорить, да. Ну вот, чтобы он был красив, гармоничен, допустим, листья зеленые, да, тут вот Саша сказал правильно, свет нужен, да. То есть зависимость, допустим, через цветок, показать, как цветок зависит от солнца, от света, от природных этих действий, зависимость христианина от Господа. Цветки обычно ставят на подоконнике где-то, где ближе солнце, к солнцу. Большинство, все цветки, они нуждаются. Некоторые даже распускаются, как бы, днем, а некоторые даже следуют навстречу солнцу. Вот у меня цветок стоит один в кабинете, я его иногда поворачиваю, потому что он меня начинает в одну сторону расти. Искривляться, искривляться, потом я его поверну, такой кактус, и дома тоже стоит на подоконнике, мы его поворачиваем, и он начинает в другую сторону, опять выпрямляться за солнцем, за солнцем идет. Так и верующий, верующий стремится за солнцем. Хорошо, что еще? Ну вот как появляется, например, из чего, из семечка там, из маленького. Вот, и вот, то, что, в принципе, то же самое семечко, но маленькое. Маленькое. Ну, если разобрать его там, по мелочи еще, то, что там, в принципе, такого ничего нет. Там даже цветка этого нет внутри, ничего нет. Интересно, да. Да, когда вот в земле там он уже начинает, там, ну, те же самые процессы там начинают происходить. Вот, то есть, просто семечко, оно ничего само не вырастет, если его положить на стол. А какую мы здесь тему будем иллюстрировать? Ну, само по себе, это ничего. Рост веры или что, что с маленького начина... То есть, можно разные иллюстрации, например, можно говорить о том, как Христос говорил, помните, о зерне горщичном. Да, да. Оно не что? А бывает в всех деревьях больше. Итак, вера наша, как бы начинается маленькое что-то, незначительное, не видно ничего. Сельце семя, да. Потом, что произошло, чего? Можно это? Можно какую-то другую иллюстрировать? Сельце цветок. Ну, возьмите, скажем, такой момент, ну, я хотел... Допустим, если цветок не поливать... Да. Долго он продержится? Да. А какую иллюстрацию можно провести? Слово Божье. Пребывание в Слово Божьем, да. Если христианин не пребывает в Слове, если регулярно его не поливать каждое утро, там, или день, или... Что будет с христианином? Завианин. Каким бы ни был красивым. Завианин. Каким бы большим ни был. Завианин. Да? Я еще хотел сказать, что вот маленькая семечка, да, но она пробивает такой слой грунта. Вроде бы незаметно стебелек, но проходит сквозь землю. Кстати, это интересно, даже я с асфальт, вот видите, иногда плитка уложена, асфальт, цветочек. А какая сила, где сила в нем? Сила жизни. Вот настолько сила жизни, она пробивает любое. Кстати, это может быть связано с воскресением, темой воскресения, как Христос разбил вот этот камень от Валин. Вот как сила воскресения пробивает. И вот зеленый этот цветок, иногда смотришь на асфальт, просто удивляешься. Как это могло случиться? Вот как это могло, вот одна, есть такой пример о женщине, о ее хоронении, она говорила, что гроб ее должен быть опечатан навечно. Но когда ее где-то клали там в скале, то вот в эту гробницу попала семечка где-то между этими створками, там вот этого каменного гроба. И вот где-то вода там шла, капала, где-то проникала, сочилась, и семечка начала разбухать, и она сорвала постепенно вот этот камень. То есть это простое семечка, стала расти как-то, жизнь пошла, жизнь пошла, и она взрывает. Жизнь взрывает асфальт, вот настолько сильна жизнь. А это всего лишь семечка? Это маленькое предназначение. А что говорить о божьей жизни, когда Бог дает, это еще больше, да? Это самое, порой мы удаляем сухие лепестки, завязчивать цветы, что как бы символизирует, это самое, Иоанна 15 глава, вот это самое. Отец отрезает ненужную ветвь, засовывшую, которая не приносит блага воде. Да, может быть, да. А иногда даже бывает, заведутся какие-то вредители. Значит, паразиты. У меня жена борется все время у нас. Дома такая небольшая квартирка, но там где-то видов 50 цветков разных, таких маленьких, красивых, так как, то есть такие цветочки она так любит собирать разные. Иногда как заведутся вредители, и сколько приходится заниматься, а бывает же такое и с верующим, и сколько приходится брызгать там, и неприятными этими вещами обрабатывать человека, чтобы, для чего, чтобы вылечить, чтобы вылечить, иначе погибнет. Цветок вообще предназначение, для чего он предназначен? Даришь нам. Да, ну дарить, вообще нести радость. Да. Вот это также цель. Ну это, это взгляд художника, вот сказал бы ученый, это для того, чтобы там кислые газы поглощать, там кислород, но большинство людей смотрят просто как радость, красиво, жизнь какая-то. Христианин должен радость. Местить эту радость. Особенно, когда цветет. Когда цветет, да. Особенно, когда христианин цветет, это... Благоухай. Благоухай. Он должен благоухать. Запах сам, запах цветка. Тут художник рост также, да? Да. То есть, мы уже говорили, семечка, потом стебель, потом зависть, потом уже распускается цветок. Это уже, когда человек приносит действительно тот плод, для которого Бог его предназначил. Ну, и с научной точки зрения, можем сказать, тоже очищение атмосферы, скажем, функция цветка, это то, что делает христианин. Высоль земли. Мы не позволяем разложиться в этом миру. Порой мы пересаживаем цветок, как бы, это самое, химулизирует приношение плодов, это самое, плоды приносите. Надо пересадить, иначе будет, он не сможет дальше расти. Иногда цветку нужно больше горшок, другая почва. А это болезненный процесс. Процессы иногда плохо заканчиваются, и надо аккуратно это делать. И если пересаживаешь, некоторые цветки могут не прижиться. Да? Ну, вот, например, мы же сравним, допустим, человека с цветком, да? Вот, вот здесь один цветок, а вот есть же разные цветки, допустим, и каждый по-своему красив, так и человек, допустим. Есть один человек, он одна личность, а есть другой, и вот, допустим, как разновидности цветков, а человека, допустим, как личности еще больше. Да, 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 разные. То есть индивидуальности вырастает в личности. А интересно, например, цветок можно сравнить с жизнью человека. Например, цветок рождается, цветок, где есть время юности, потом есть время цветения. Некоторые цветы долго живут, некоторые нет. Некоторые один раз цветут, и практически все. Некоторые регулярно, каждый год какие-то цветы приносят. Многолетние. И вот интересно, что и христианин бывает, бывает тоже человек рождается, цветок может болеть, и христианин может болеть. Цветок рождает детей, семя дает, мы верующие, или люди вообще производят. И такая жизнь цветка заканчивается, потом она приходит к концу. Но как приятно, когда есть цвет, когда действительно что-то было красивое, когда пользу принес цветок, когда он пусть один раз, но красиво расцвел. Есть цветы, которые вообще цветут один раз в жизни. Где-то в пустыне есть такие цветы, отцветают, и все, в этом его весь смысл. Вид кактус еще. Да, да, вид кактус один. Отцвести один раз порадовать, необычной красотой, но мало. Другие, может быть, не такие красивые, но долго. Вот тоже разные бывают, такие люди бывают разными. Смотрите, вот как много можно, мы уже где-то минимум 15 иллюстраций, наверное, придумали, на основании вот этого небольшого цветка, посидели пару минут. Сколько много в жизни иллюстраций есть. А вот, если взять искусственный цветок, вот, то есть, я не знаю, заметили ли вы что-то искусственное? Да. Сразу заметили, да? Да, нет. Есть разные, есть иногда? Заметно, заметно. А чем? Почему вы заметили? Потому что красками. Да. Слишком яркий. Слишком насыщенный. Слишком яркий, да. Искусственные бывают, чересчур даже внешности уделяют внимание. Внешние, ну, ненатуральные уже, да столько находят эту внешность. А в чем главная вот проблема этого цветка, если сравнить с этим цветком? Главная проблема в том, что это живой, а это не живой. То есть, может быть красивым, может быть блестящим, ярким, но в нем нет жизни. А верующий может быть вот таким на вид красивым, блестящим, одет в иголочке, все, поет, песенник в руках, Библию большую держит, а жизни нет. Может быть такое. Тяжелый случай, но может быть такое, да. И вот даже может быть красивее. А вот простой верующий, он не такой красивый, но в нем есть жизнь. И часто верующие бывают, не настолько они блестящие, не настолько могут похвалиться какими-то достижениями или духовными опытом. Ну, посмотришь, ну, простой, но в нем жизнь есть. Вот чем главное отличие верующий от неверующих? Неверующий тоже, может быть хороший человек, но в нем нет жизни, духовной жизни. И вот здесь отличается. Яркий, красивый, но жизни нет духовной. Что намного важнее, намного важнее. Вот. Этот цветок так не страдает, его не едят вредители. Кому он нужен? Этот всем нужен. Этот надо поливать, об этом надо заботиться, его насекомые грызут и так далее, надо заботиться. Но это жизнь, и это в этом ценность основная. Мы взяли цветок, и у нас уже 20 иллюстраций, наверное, минимум есть. Вот и, кстати, для темы воскресенья, когда вы будете говорить, можно об этом использовать в этой теме. Живое. Живое, неживое, вот влияние, и что нужно для живого. Сила, вот это воскресенье, жизнь, сила жизни и так далее. Об этом можно говорить и размышлять.